Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами рассмотрим очередной случай удаления мелких папул по краю головки. К нам обратился молодой человек с такой жалобой, как рост мелких папул, узелочков по краю головки в последние полгода, он начал отмечать их увеличение количества, на настоящий момент ему 23 года, соответственно, они увеличились в количестве и объеме, хотя по сравнению с другими пациентами они достаточно небольшие, однако это не умаляет того, что это вызвало у него беспокойство, во-первых, во-вторых, желание избавиться от данных новообразований. Что, соответственно, мы сделали? Рост любых новообразований на коже человека, пусть даже внешне, не пигментных, может быть обусловлен вирусами папиллома человека. Поэтому первое, что должны делать, даже если данное образование не похоже на вирусы папиллома человека, но наблюдается их рост, и на это указывает пациент, необходимо взять анализ на все вирусы папиллома человека, что было сделано. Это мазок с поверхности данных новообразований из внутри канала, однако вирусов в пиловом человека обнаружено не было. В таком случае при желании пациента производится удаление подобных новообразований при осмотре под дерматоскоп, чтобы удалить полноценно все новообразования. Сначала наносится наружный крем Эмола, затем происходит удаление. Мы чаще всего удаляем радиоволновым методом, вы можете видеть первое в процессе удаления, как видится сразу после удаления полового органа, это соответственно такие вот темно-коричневые или светло-коричневые корочки. Ну и вид пациента через два месяца после удаления новообразования вы уже видите совершенно чистое поле, соответственно, данные без новообразования, а самое главное без рубцов. Дело в том, что если удалить достаточно глубоко, особенно используя для этого лазеры современные, то часто образуются рубцы, поэтому радиоволновый метод считается наиболее безопасным для удаления данных новообразований. Что же такое эти новообразования? Это перламутровые или розовые папулы полового члена, примерно они наблюдаются у 20% мужчин, и вот как раз вы видите, представляют собой такие розовато-красные узелочки, гладкие, округлые, как правило, от одного до трех миллиметров в диаметре. Располагаются они преимущественно по краю головки около виничной борозды, вы можете видеть, как в нашем случае, да, наиболее часто они встречаются именно у необрезанных мужчин. Сообщалось также о том, что данные новообразования могут встречаться как на головке члена, так и на самом теле полового члена, ну и соответственно, что же представляют из себя данные образования. Гистологически, то есть тем исследованием, когда происходит удаление данных новообразований и исследование под микроскопом, это ангиофибромы. Ну, причем эти очаги очень сходные с ангиофибромами, такими как непосредственно аденома сальных желез, есть такое заболевание, его очень любят высоколобы профессора, да, приобретенная акральная дерматофиброма, ангиофиброма носа, в общем-то, все это гистологические родственники данным непосредственно папулам, да, и не стоит их путать с эктопией сальных желез, тизуоновых желез, как считалось ранее, это все-таки совершенно другие по причине своей новообразования, то есть новообразование, разрастание непосредственно в виде фиброзной ткани и сосудистой ткани, вот что лежит в основе подобных новообразований. Поэтому принципиально они не имеют никакого отношения к сальным железам и, естественно, как я сказал, всегда старайтесь при наличии какого-то разрастания, особенно прогрессии любых наростов на половых органах, всегда проводите анализы на вирусы папиллома человека. При необходимости диагностики и лечения различного образования в области половых органов ануса вы можете обратиться к венерологам-урологам нашего медицинского центра Платы КВД в Москве, у нас принимает грамотный специалиста, который занимается диагностикой, лечением и удалением подобных новообразований. Ждем вас на нашей клинике. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал на Instagram. Спасибо за внимание.